Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Я не забываю, я даже повернусь это. Это занятия, которые проводили в Потеряевке. На улице, как правило, по воскресеньям. Тематические, что-то было. Если дерзость и дерзновение, то что-то было. Кто-то возникает вначале. Были такие. Приезжали люди, вели неправильно. И сразу вышло. Считаем. Дерзость ведет к смерти, а дерзновение к жизни. Они всегда являются вызовом к порядку или косности. Привычки кому-то или чему-то устоявшемуся, общепринятому, естественному. Дерзких всегда много. Дерзновенных единицы. Солженицын, Горбачев и так далее. Дерзость бросает вызов Богу и людям. Как внезапность, ошеломляющая наглость. Дерзость, всегда обвиняя другого, ведет к разрушению добрых отношений. Мира. Адам. Обвинение Бога, что дал жену. Бытие 3.12. Адам сказал. Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. Каин. Восстание против братских отношений. Бытие 4.9. И сказал Господь Бог Каину. Где Авель, брат твой? Он сказал. Не знаю. Разве я сторож брату моему? А сам же убил его. Вообразим себе, что так разговаривает ефрейтор с полковником. У всех страх перед высшим себя по должности. 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 Только три буквы произнесут, и дальше люди спрашивают, а что такое? Епископ Виссарион в толковании на Паремии разъясняет дерзость ответа Каина. Теперь, когда мы знаем и последствия убийства, нам не нужно ничего исследовать. Не надо следователей по делу Каина Адамовича. Самый естественный шаг, какой предполагается после вопроса Божьего. Один. Ох, что же я наделал? Явно, что беда огромная, тяжкая, совесть мучает. Бог давит вопросом. Ясно, что найдет он этот труп. И сказать бы, убил Господи, прости. Сатана искусил. Или ничего не говорить в ответ, а упасть головой об землю и рыдать. А он так разговор ведет. Не знаю, разве я сторож брату моему? Да я думаю, не такой он-то. Не знаю. Ну разве я сторож брату моему? Это явно, что дерзко говорит. А ты говоришь, как будто бы сидят за столом, а не выпивают. С Богом так разговаривает. Сколько таких ответов сегодня. Дерзость восхищает право. Власть, не принадлежащую. И доходит до глубин ада. Восхищает суд Божий. Это ему вот за это. С кем-то что-то случилось, или расположенный человек мгновенно утверждает. Вот это за меня, чтобы он знал. И это цветочки. Подожди, еще не то будет. Может быть так. А может быть вовсе не так. Ни один человек с абсолютной точностью утверждать этого не может. Может быть на всей земле один человек на застолетие рождается, как пророк Еремея, которому Бог открывает, что вот именно за это-то наказан Богом. Прочтите Премудрость Соломона со 2 по 5 главы. Как люди видят умершего и говорят о нем самые злые слова. Вот это его Бог наказал. Так ему и надо. И только тут узнаем, узнаем, что Бог говорит о невидимом замысле об этом человеке. Премудрость Соломона 4,7-15. А праведник, если и равновременно умрет, будет в покое. Ибо не в долговечности честная старость, и не числом лет измеряется. Дальше нечестная старость. Вот почему-то ударение падает честное, то есть добродетельное, а честное просто поступало честно. Здесь ударение не принято так, честное. Честные мощи, не честные мощи, а честные, то есть святые, хорошие. Мудрость есть седина для людей, и беспорочная жизнь, возраст старости. Как благоугодивший Богу он возлюблен, и как живший посреди грешников представлен, восхищен, чтобы злоба не изменила разума его, или коварство не пролистило души его. Ибо упражнения в нечестии поворачают доброе, и волнение похоти развращает ум незлобивый. Достигнув совершенства, в короткое время он исполнил долгие лета. Ибо душа его была угодна Господу, потому и ускорил он из среды нечестия. А люди видели это и не поняли, даже и не подумали о том, что благодать и милость со святыми его и промышления об избранных его. Повествуется, что Бог усмотрел из всей породы только одного себе, и он умирает в раннем возрасте. Если мой враг сегодня попал под трактор, то поскорбеть о нем нужно, что беспокаянный ушел из жизни. Вот что в первую очередь должно произойти в моей душе. Притча 24, 17, 18. Не радуйся, когда упадет враг твой, и да не веселится сердце твое, когда он споткнется. Иначе увидит Господь, и не угодно будет это в очах его, и он отвратит от него гнев свой. Мы судим по внешнему, а Бог судит внутреннее. У дерзкого извращенное понятие о Боге и человеке. Монофизивство в худшем его смысле. Однобокость суждения. Сирахов 6, 4. Душа лукавая погубит своего обладателя и сделает его посмешищем врагов. Пусти недоброго квартиранта, и он, Сирахов 6, 11. В имении твоем он будет, как ты, и дерзко будет обращаться с товарищатцами твоими. Дерзкий человек не видит, с кем он разговаривает. Старше ли его по должности или выше, или духовное лицо, или наставник, выше его званиями. Он прет на рожон, как бесстыжий человек. Он не придерживается субординации. Я человек прямой, открытый. Я что думаю, то и говорю прямо в глаза. И он считает, что это хорошо, что он правдолюбец, борется всю жизнь за правду. Сирахов 8, 4. Не спорь с человеком дерзким на язык и не подкладывай дров на огонь его. Сирахов 9, 23. Боятся в городе дерзкого на язык и ненавидят опрометчивого в словах. Дерзость, как и дерзновение, проявляются чаще в языке. Если они услышали обличительную проповедь, они тут же на пороге с ухватом. Вот у тебя есть две ноздрюльки. Сиди и сопи. Или каждый сверчок знает свой шесток. Это все из их арсенала. Останавливай племянника. Бежит без пояса. Ему всего 8 лет. Ося, почему же ты без пояса? Молчит. Спросил три раза. Он скинул глаза. Ну ты! Ты как этот! Какой это этот? А ну-ка договаривай. Рядом стоит батюшка. Сгреб его. Отчихвостил. А ну бегом домой. И чтоб здесь был через 3 минуты в поясе. И мать, чтобы позвал сюда. Побежал. Пришла мать. Почему мало ему наложил? Он и дома такой же хам растет. Откуда же у него это? Оказывается, к другим племянникам в дом ходит. И там нас судят. Костерят, на чем свет стоит. И в нем бойно все это уже заколосилось. Не отцовы ли семья тут выползает? Что за столом? Судите нас. Кто будет пожинать эти всходы, когда пожелтеет Нива? Спрашиваю нашу мать. Могли ли твои дети? А их 10. И ни один, ни два, чтобы со своим дядей Степаном вот так разговаривать. Иоанн Златоуст говорит. Дерзость мать всех пороков. Сирахов 19, 2, 3. Вино и женщины разворотят разумных, а связывающиеся с блудницами сделаются еще наглее. Гнили черви наследуют его, и дерзкая душа истребится. Сирахов 38. Необъезженный конь бывает упрям, а сын, оставленный на свою волю, делается дерзким. Иосиф у меня в лагере жил. Ни одного слова дерзкого не было. Я его в пример ставил. Хороший пацан, послушный, трудолюбивый, как его родители. Его братья сдали ко мне в лагерь, потому что он мешался у них под ногами, а они дом строят. А брат отец Иоаким посмеялся. Продали братья Иосифа в рабство. Второзаконие 17, 20. А кто поступит так дерзко, что не послушает священника, стоящего там на служении пред Господом, Богом твоим, или судьи, который будет в те дни, тот должен умереть. Итак, истреби зло от Израиля. Я беру из контекста только выдержку, стих, чтобы вы научились искать Божьи мысли. А дома вы подробно все прочитывайте. Обязательно выписывайте себе это и запоминайте наизусть. И обязательно точно запоминайте название книги, главу и стих. И не приблизительно, а совершенно точно, до запятой по тексту. Премудрость Соломона 12, 17. Силу твою ты показываешь неверующим всемогуществу твоему, и в непризнающих тебя обличаешь дерзость. Дерзость уже безбожник. Если ты с чем-то не согласен, с уставом ли, и тебе что-то непонятно, ты не скажи худого, отойди и помолись, и потом поймешь. О нашем уставе идет молва везде, какой он целомудренный, как предусмотрено в нем все, чтобы детей сохранить, чтобы сами стремились к высшему, к святому. Устав Деревенской общины. Второзаконие 17, 13. И весь народ услышит и убоится, и не будут впредь поступать дерзко. Второзаконие 18, 22. Если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил себе слово, но говорил себе пророк по дерзости своей. Не бойся его. У нас уставы есть Деревенский устав, в церкви устав, в лагерный устав. И все уставы приходилось на мне составлять. Притом я никогда не напрашивался и не брался. А раза два-три еще обратятся. Все перепробовали, ничего не получается. Устав написать не могут. Надо посмотреть не только то, что сегодня, а что может быть завтра предусмотреть. Заложить в него, чтобы этого не было. В Конституции в Советском Союзе сколько раз меняли? А в Америке, как написали, она стоит в 250-м сколько лет, стоит на одном месте. Почему? Комментарии какие-то добавляют и все. Предусмотрено. А кто составлял? Вот начинает. А доллар кто нарисовал? Фактически один человек. Да и притом русский Иван, который был в Америке. И поэтому, когда он меня обвиняет, это вы написали устав? По просьбе трудящихся, могу сказать. Проходит время, я показываю, ну вот у вас секретарь с высшим образованием, ну пускай составляет она, а вы подсказываете. Неделя за неделей ничего не могут написать. Кому дано. И надо молиться, чтобы... Ну Господь благословил на это. А не так, что завидуют и попрекают. Я никогда не вылажу нигде. Все решили, избрали, ну теперь работай. Закон обрядовый одинаков и для природного члена общины, и для пришельца. Число 15, 29, 31. Дальше любое слово подтверждает священным писанием. Один закон да будет для вас, как для природного жителя и сынов Израилевых, так и для пришельца, живущего у вас. Если кто сделает что по ошибке. Если же кто из туземцев или из пришельцев сделает что дерзкую рукою, то он хулит Господа. Истребится душа та из народа своего. Ибо слово Господне он презрел и заповедь его нарушил. Истребится душа та. Грех ее на ней. К тебе приехали гости. Научи их. Представь к ним учителя. Не говори, что это человек другой веры. Устав один для всех. Что из того, что он баптист? Ему наоборот нужно быть смиренным, а не дерзким. Чего же он пояса боится, как черт ладана? Как огненного опоясания страшится. Сгорает от дерзости. Обуздай и не разрешай приезжать. А устав никому не позволено ломать. Приезжает тесть, баптист. Хороший человек при том. Повторяю, хороший. Я давно знаю его. И мы близки уже 40, наверное, лет. Подходит к храму. Пришел там и проповедь послушать. Конечно, бритый. Рубаха заправлена в брюки. У нас на выпуске под пояс. Сейчас батюшка ему говорит, ты поясок-то надень. А почему я должен надевать? Ну, устав у нас такой. Все, больше он ходить не будет, не придет. Один. Все в деревне до одного на службе. Ему охота, но не пойдет. Веревочку надеть не наденет. А то мы знаем лучше. Ничего не знаете. Дерзость в них. Над собой не работают. А почему? Хозяин, который принял его, такой он и есть сам. Сам член общины. Но все время нарушает. И кто бы не приехал без пояса. У меня в лагерь приезжают, когда один раз, помню, с поезда 72 человека сошли. И профессора, и там академики, и кого только не было. Все до одного в поясе. Почему? До тебя зависит. Слезь без поезда разуваться летом. Босиком. И никто против ничего не говорит. Ну, это устав нарушаешься. Дальше что будет? А дальше развал будет. Дети непослушные, дерзкие. Первое царство 2.3. Не умножайте речи надменных. Дерезкие слова да не исходят из уст ваших. Ибо Господь есть Бог в ведении, и дела у Него взвешены. У нас приезжают к детям родители разные. Впервые здесь они. И они один без пояса жить. В лагере не будет. Такого не было и не предвидится. То есть мы прямо ему даем веревочка под пояса. Один раз там далеко были. Дети играют. Смотрим, кто-то зашел в лагерь. Обычно стоит наружу. Зашел и пошел. Там летняя кухня и продолжение. Когда много людей, две кухни. Не кухня, а столовая. И что-то он там копается. Он уже был один раз. Зашел, и где в коробке лежат веревочки, он ищет под пояса. Я не знаю, почему было не сказать-то. Вот сидят за столом. Обязательно, как безбожники, рухнет туда, как в чашку. А у нас за край стола вертикально поставлено ложку поставлено. За нее, чтобы лицом не заворачивал на стол. Почему? Василий Великий говорит. Всякая тварь наклоняется к пище, а человек подносит к себе. Всякий скот. Ну и так в самом деле. Ты это делаешь, а скотина ты. Дальше стыдись, облокачивай на стол за столом. Очевидно, при обеде говорится. Значит, облокачивайся. Бесстыдный. Мы сказали, руки стола могут касаться не дальше кистей. Правило. Приезжают только люди. С первого дня приучаем. Второй раз садимся, уже знают, делают так. А я прихожу к очень хорошему знакомому моему человеку в деревне. Приезжает в гости там священник, матушка. Сидят за столом. Все над чашками склонились. Матушка там может быть без платка и без рукавов-то. Я подошел и сказал. Все они сразу в столе оделись. Ну ты-то сидишь за столом. Почему ты не говоришь бояться? Как бы не нарушить. Да кому ты нужен такой? Твое доброе должно приниматься кем? Это рассеиваться на добрых людей. Дальше. И за стол ни один не сядет с открытыми руками. Закрыт до кистей. А женщины только в платочках. И на чашку никто не склоняется. Потому что мы учим. А вы не учите. Все боитесь своим родственникам сказать. Потому что сами делаете недобровольно то, что положено делать по уставу. Кинорежиссеры из разных киностудий, профессора, депутаты были у нас. И они все подчиняются нашему уставу. Редакторы разных газет, политических партий. Люди при том. Это нравится. 4-ое отца, 19, 27, 28. Сядешь ли ты, выйдешь ли, войдешь ли, я все знаю. Знаю и дерзость твою против меня. За твою дерзость против меня и за то, что надмение твое дошло до ушей моих, я вложу кольцо мое в ноздри твое и удило мое в рот твой. И возвращу тебя назад той же дорогой, в которую пришел ты. Вот какое место. Это единственное место. То есть, сказал, и сразу место писания. Приходится вникнуть и подумать, вот как. А что такое в ноздри? Бывает бы в будущем. Ну, такой, что может забодать человека. Ему кольцо вставляют в нос. Я не пойму, как кольцо вставляют? Вот тогда в сварке не было. Как-то раздирают его, а потом сжимают или как. И он ходит с кольцом, привыкает, ест. И если он где-то нападает, за кольцо у цепета очень болезненное место-то. И он уже не будет его бодать. Рога подпилить. В деревне не делали это. Чуть не лишились человека-староста. Как-то приехал к Антону Булдакову, дядя его, здоровый дядька, но чрезвычайно дерзкий. За стол садится. Мы, как и всем, даем ему солдатский китель. Накинь на плечи хотя бы. Пообедаешь и снимешь. Нет, он уперся. Но тогда, господин чистый, и за стол не сядешь. Сидит за станом, пыхтит. А ему 38 лет. Верзила, как оглобля в Володе. А ума не столь много. Мы уже из-за стола выходим. Он тогда, давайте свой китель. Поел. Потом он за заработками поехал в военную Чечню. И так и сгинул безразвратно. Сколько его мать Валентина Иллиничная не ходатайствовала, и к Сурикова губернатору ходила. Но все бесполезно. Пожалуй, уже нет его. Все же пять лет прошло. А теперь уже прошло 20 лет. Ну, ясное дело, что... Дерзкая душа истребится. Это законы Яговы. Солом 93.4. Они изрыгают дерзкие речи. Величаются все делающие беззаконие. К жертвеннику в алтаре посторонний не должен и пальцем прикасаться. Во времена Парижской коммуны вынесли на площадь этот жертвенник, и женщина на нем плясала. Вот как надо было. И чем кончилось? Все свергнутое, всех расстреляли. 2 Маковейское 3.24. Когда же он с вооруженными людьми вошел уже в сокровищницу, Господь отцов и владыка всякой власти явил великое знамение. Все, дерзнувшие войти с ним, быв поражены страхом силы Божьей, пришли в изнеможение и ужас. 2 Макамейское 5.15. Но, не удовольствовавшись этим, он дерзнул войти в святейший на всей земле храм, имея проводником Менелая, этого предателя законов и отечества. 7.19. Но не думай остаться безнаказанным ты, дерзнувший противоборствовать Богу. 3 Маковейское 4.1. Везде, куда приходило это повеление, у язычников учреждались народные пиршества с радостными кликами, как будто закореневшая издавна в душе вражда теперь обнаружилась дерзновенно. Дерзновенная дерзность, то есть смелость. Вот появилась блудница Марина Цвигун, провозгласившая себя Мария Деви. Везде ее фотографии висели. Предел дерзости и наглости безумия. В книге «Отец Арсений» подробно описывается, как устраивали суды над Богом. Человек нечестивый, дерзок лицом. Ио 26.12. Силою Своею волнует море, и разумом своим сражает его дерзость. Дерзость почти всегда проявляется от низшего по положению высшему. Ио 38.15. И чтобы отнялся у нечестивых свет их, и дерзкая рука их сокрушилась, Псаломия 72.6. А того гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд одевает их. Псалом 93.4. Они изрыгают дерзкие речи. Величаются все делающие беззаконие. Притча 21.29. Человек нечестивый, дерзок лицом своим, а праведный держит прямо путь свой. Даже лицом дерзок, даже не говорит ничего, как говорит, какая мимика, все дерзкое. Притча 7.20. Мерзость пред Господом, дерзко поднимающий глаза, и неразумный, невоздержанный языком. Исайя 37.28.29. Сядешь ли ты, выйдешь ли, войдешь ли, я знаю все, знаю дерзость против меня. Сейчас мы говорим об этом. Возвращай назад. Кто хочет, то подойдите ко мне после занятий, и если хотите, то спросите меня, что бы я вам сказал про вас, ибо я вас уже немного знаю. И я скажу, кто из вас дерзкий, а кто дерзновенный, особенно жены по отношению к мужу. Почти все не умеют молчать. Что польза тебе от твоих слушаний передач трансмирового радио, если ты бросаешь все и бежишь от детей, от мужа к матери? Позор несешь, судишь других, сломит Бог эти дерзкие рога. Так и было. Семь детей бросило, захватило с собой, и муж остался один. И разводят интересно в судах. Даже его не вызывают ничего, и не был. Ио 21.14 А между тем они говорят Богу, отойди от нас, не хотим мы знать путей твоих. Все твое христианство кончится ничем. Дьявол доведет под петлю или утопит в проруби. Пока не поздно, смиряйся под крепкую руку Божию, и не ревнуй мужа, и не беснуйся, как бешеная кобылица. Исайя 58.4 Вот. Вы поститесь для ссор и расприй, и для того, чтобы дерзкую рукой бить других, вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Иеремия 43.2 Тогда сказал Азария, сын Осайи, и Иоанн, сын Корея. Иоанн, Иоанн, сын Корея. И все дерзкие люди сказали Иеремии, неправду ты говоришь, не посылал тебе Господь Бог наш сказать, не ходите в Египет, чтобы жить там. Угрожает дерзко и сексотничает властям, что посадят даже говорящего истину. Иеремия 48.30 Зная дерзость его, говорит Господь, но это ненадежно, пустые слова его, не так сделают. Данила 5.20 Но когда сердце его надмилось, и дух его ожесточился до дерзости, он был свержен с царского престола своего и лишен славы своей. Титуа 1.7 Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бейца, не корыстолюбец. Давно ли пели? И мороз, и знойный ветер, если надо, укротим. И сколько всего было с тех пор, прошло уже более полувека, но и ныне от наводнений даже в хваленой Европе не могут избавиться. И тонут, и рушатся дома, и музеи, и зоопарки не могут спасти. А что говорить про огонь, когда он прольется с неба? Так зачем же такой дерзкий вызов бросать Господу? Малахи 3.13 Дерзостный предо мной слова ваши, говорит Господь. Вы скажете, что мы говорим против тебя? Не желая рассчитываться с долгами, дерзко говорят, на том свете угольками рассчитаемся. А матери, зачем ты меня родила? Исайя 45.10 Горе тому, кто говорит отцу, зачем ты произвел меня на свет? А матери, зачем ты родила меня? А ты, мать, так отвечай, для славы Божией. Дерзость неожиданна. Налет, грабеж, волки, нападение на господина. Каждое слово здесь, это целые истории библейские, и житийные. Так и пишут. Дерзкое нападение. Среди белого дня убили кассира на улице. Убили шесть охранников, похитили 250 тысяч царскими деньгами. И кто? По плану и заказу Владимира Ульянова, товарищ Камо. И этот бандит со своей Наденькой сидел в Сюрихе и ждал, когда ему привезут обмененные на иную валюту денежки. Продумал до конца всю операцию обмена ассигнаций. Но везде эти люди были арестованы. А он крутился по гостиницам и отправился. И отравился. И отравился. И зашел на пену. Это он про Ленина это говорит? Да. Это она пишет сама, Надежда Константиновна. Как он пощерлел, и какая пена из-за ушла. А-а. Но не сдох. Хотя сколько молодежи угробил бандит лысый. По сегодняшнему это никак не меньше 250 миллионов. На те деньги за 10 рублей можно было и корову купить, и по хозяйству справить. В то время в Стокгольме он не слышал взрыва и встона казаков охранников, убитых по его умному плану, киллера и ретекетира. И дождался, когда шляпная коробка с деньгами была доставлена лично ему в руки. Так что же удивляться, что сегодня бесстрашный красный дьяволята рушат и грабят. Последователи красных бригад Троцкого лютуют по Европе. Плоды зреют. А он в аду увидит, видит ли это все? Это все вопреки страха, смысла и логике. И все уже на том свете. Все. Все уже на том свете. И расстрельщики, и палачи, и руководители. Там предстанут друг против друга и должны будут ответить, почему же были такими дерзкими. Обещали, на весь мир, что и хваленый коммунист будет уже в 1982 году в Союзе. Бешеные уголовники мутили людей, как хотели. Второзаконие 18.22. Если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил сие слово, но говорил сие пророк по дерзости своей, не бойся его. У детского все отталкивающее. 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 Мимика, движение, поза, молчание. Псалом 72.6. Оттого гордость, как ожерелье, обложило их, и дерзость, как наряд, одевает их. Никакая власть у дерзких не устроится и не устоит. Они все падут. Уйсиев 7.16. Они обращались, но не к Всевышнему. Стали, как неверный лук. Падут от меча князья их за дерзость языка своего. Это будет по смеяниям над ними в земле египетской. Дерзость отвратительна, и мы должны ее заклемить в себе и в других, чтобы она даже не именовалась среди нас. Вот подряд это все, и вдруг 4,5 миллиона пошли в плен, пришел Гитлер. Вот теперь они вспомнили. А кто это? Ну те, которые раскулачивали, которые продразверстку делали, у Бога все вымерено. Число 14.44. Но они дерзнули подняться на вершину горы. Ковчежи завета Господней Моисей не оставляли стана. Второзаконие 18.20. Но пророка, который дерзнет говорить моим именем то, чего я не повелел ему говорить, и который будет говорить именем богов иных, такого пророка предайте смерти. Дерзновение это смелость, мужество, превосходящее разумение. К дерзновению призывает Бог. Варух 4.5.21 Дерзай, народ мой, памятник Израиля, дерзайте, дети, взывайте к Богу, и Он избавит вас от насилия, от руки врагов. Презираемый на земле праведник на суде Божием. Приму и презирали подвиги Его. Иисус Христос призывал к дерзновению всех уничиженных, обездоленных. Матфея 9.22 И вот принесли к Нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному, дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои. Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал, дерзай, черь, вера твоя спасла тебя. Женщина с того часа стала здорова. Деяние 23.11 Следующая ночь Господь, явившись Ему, сказал, дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал о Мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме. Первая параллель поминут 17.25 Ибо ты, Боже мой, открыл рабу твоему, что ты устроишь ему дом, поэтому раб твой и дерзнул молиться пред тобою. Хотя Христос и дал Духа Святого ученикам еще до Пятидесятницы, но силу на проповедь смелость они получат только в огненных языках проповеди. Иоанна 20.22 Сказав это, дунул и говорит им, примите Духа Святого. Деяние 1.8 Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме, и во все Иудеи, и Самарии, и даже до края земли. И Дух Святой дал им смелость возвещать о жертве Христа, о скором его пришествии. В этом была их наивысшая дерзновенность, смелость в проповеди. И так с тех пор настоящие герои благовествуют слово жизни. Деяние 2.29 Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня. Деяние 4.31 И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением. Деяние 13.46 Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали, вам первым надлежало быть проповеданно Слово Божие, но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам. 1.Иоанна 2.28 Итак, дети, пребывайте в нем, чтобы, когда он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред ним в уприсшествии его. 1.Иоанна 3.21 Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу. 1.Иоанна 4.17 Любовь Слава Иисусу Христу! Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире всем, как Он. 1.Иоанна 5.14 И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. 2.Коринфянам 3.12 Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением Ефесянам 3.12 6.12 В котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него. 6.19 И о мне, дабы мне дано было слово, устами моими открыто с дерзновением возвышать тайну благовествования. Жития святых переполнены дерзновенными поступками, хотя часто их поступки выглядят как дерзкие, как, например, у дьякона Викентия. Их арестовали вместе с епископом, допросили, и власти остались вполне довольны лояльными ответами епископа. Помощь от проповеди видели и язычники, что нравственность в народе поднимается. Можно было уже домой отпустить этих добрых христиан, но рядом с владыкой стоял этот молодой дьякон Викентий. Он буквально трепетал, что вдруг их отпустят, и они до конца не смогут сказать все о любви Божьей, о гневе Божьем на безбожника. И вот верный свидетель иеговы не выдержал. Владыка, что же ты так отвечаешь этому псу смердящему? Ты скажи ему, что ему мучатся в аду, что он гнилое болото, что? Я бы больше сказал, да не знаю уж, что и сказать этому беззаконнику. Так и написано, я бы больше еще тебе сказал, но не знаю, что сказать. Тут же и их снова арестовали и казнили за такой фанатизм, за такой экстремизм. Если бы не это диакон, то никто бы и не знал про такой их дерзновенный поступок и жертвенность и смерть во имя Христа. Филиппийцам 1.20 При уверенности и надежде моей, что я ни в чем рапостромлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью. Христианство дерзновенно объявило все религии мира бесовскими, вызвало против себя огонь всех правителей религий и победило их все. Слово 88.20 Некогда говорил ты в видении святому твоему и сказал «Я оказал помощь мужественному, вознес избранного из народа». 1 Коринфянам 16.13 Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды. 1 Фессалоникийцам 2.2 Но прежде пострадав и быв поруганы в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестие Божьей с великим подвигом. Библия много говорит о христианах, которые имеют дерзновение не только здесь называться чадами Божьими, но и в молитве и предстоянии на суде Божьем. Притча 28.11 «Нечестивый бежит, когда никто не голится за ним, а праведник смел, как лев». Когда я сидел в тюрьме, то в заявлении написал, что коммунистам не устоять и КПСС будет разрушено. Меня вызвал начальник режима подполковник Бражников, ныне уже ушедший на суд Божий, и страшно кричал на меня, «Да мы тебя за эти слова в порошок сотрем! Кому ты грозишь? Нашей коммунистической партии?» Но когда я сказал ему, что так говорится в Библии, он успокоился. Конечно, я был не читать тем, о ком начитывал, что когда им резали на спине ленты из кожи они бросали этими лоскутями кровавыми в лицо палачу отцу своему, «Жри, пес!» и он ослеп. Все у меня было и пониже, и пожиже. Я боялся, как бы что не сказать лишнего, чтобы мне хуже не было. Я не пророк и не герой, но что-то все же промямлил им, что они расценили себе в укор. Вот Солженицын, запершись у себя, сумел сказать такое слово в архипелаге ГУЛАГе, что пробудил Запад. Он показал, что этот сатанинский режим самый человеконенавистический, что этот режим создал антивласть. И теперь понятно всем, что к крушению этого режима привела гласность Горбачева и открытие Солженицына об империи лжи и империи зла правды на весь мир. Зла правды. Зла правды. Вот где мужество настоящее было, явлено миру, уже в наши дни. Оценили ли люди это? 1 Тимофея 3.13 Ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса. Филимон 1.8 Посему имея великое во Христе дерзновение, приказывать тебе, что должно. Евреям 3.6 А Христос как Сын в доме его. Дом же его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Евреям 4.16 Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. 10.19 Итак, братья, имея дерзновение, входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым. Премудрость Соломона 5.1 Тогда праведник с великим дерзновением станет перед лицом тех, которые оскорбляли его и презирали подвиги его. Но случается, что добрый человек посягает на то, что не принадлежит мирскому человеку. Озия был царь, но решил восхитить право священства и хотел войти к престолу Божию и покодить как священники. Смелое решение и делалось это для славы Божией по его разумению. Но это дерзновение его было уже дерзостью, как у сектантов, которые пытаются творить все, что им никак не принадлежит. Не имея подлинного рукоположения по нисходящей линии от апостолов Христовых непрерывно. Они решают сотворить вечерю Господню. Это путь дофана Аверона и Корея. Числа 16 глава. 2 царство 6-7. Но Господь прогневался на Озу и поразил его Бог там же на задерзновение и умер он там у ковчега Божия. Ну явно, что как-то заканчивается необычное занятие. Не аминь, ничего нет. Это видимо в пленку он перевернул, ну а дальше уже где-то исчезло непонятно было. Все, заканчивай. И мы тоже можем отключить.